Даниила Зюкина из 2-й гимназии можно назвать старожилом лёгкоатлетической стафеты в День Победы. Для него выступление на этом соревновании уже пятое по счёту. И каждый год без медали молодой человек с площади Ленина не уходит. Я помню свою первую стафету, тогда мы не бежали к вечному огню, мы бежали до Комсомольской площади и поворачивали за ДК. Я бежал на этапе 200 метров от памятника и до поворота на автобусную основку за ДК. На линию старта 9 мая вышло 10 школьных команд. Конкуренция сильная, а золото в эстафете ценится очень высоко. Чтобы не подвести команду готовиться к состязанию, Даниил начал ещё, когда на улице лежал снег. Я бегал вокруг дома, по улице, вокруг района. Как только сошёл снег, я начал бегать на Икаре, готовиться на длинные дистанции, на спринтерские дистанции. Потому что я готовлюсь не только к эстафете, я готовлюсь и к парашютному многоборию, бег на 3 километра. Организаторы стараются сохранить и приумножить добрые традиции эстафеты. Одна из них – торжественный парад спортсменов перед началом соревнований. Честь вывести более сотни участников предоставляется главному судье. Эстафета в этот год является юбилейной, посвящённой 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что это очень отчётно и достойно. Всё рассчитано до деталей, до того места, до кода мы должны дойти, как развернуться, куда посмотреть. Соревнования закончились. Сильнейшими в этом году в женских и смешанных забегах стали сотрудники ВНЕФ. Среди младших школьников золото досталось школе номер 5, а среди старшеклассников первыми оказались гимназисты. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.